Привет, друзья! Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. С вами Кристина. Добро пожаловать! Сегодня поговорим про покупки косметики. Очень быстро я накопила следующую порцию, дабы видео не растянуть на 40 минут. Готова поделиться с вами тем, что у меня появилось за последнее время. Не забудьте обязательно подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие ролики. А также заглядывайте в мои социальные сети. Ссылки под видео. Приступим к тому, что я для себя купила. Во-первых, я сделала небольшой заказ в Арифлейм. Выбрала себе две позиции. Для меня это новинки. Я раньше их не встречала в каталоге, но я стала намного реже просматривать его. Это Essentials. Наверное, так читается эта линейка. Я пробовала голубую версию. Вот эта нежно-сиреневая. Мне очень понравилась. Я выбрала себе два средства. Во-первых, это скраб-гель для умывания. Вообще, я надеялась, что это простой скраб, но когда начала первый раз использовать, увидела, что это такой мягкий гаммаж-гель для умывания, наверное. То есть, подойдет для ежедневного применения, для жирной кожи подойдет. Мне кажется, что в каталоге написано не для жирной кожи, а для всех типов. 75 мл в районе 140 рублей, наверное, стоит такой. Может, чуть дороже, может, чуть дешевле. В комплекте я взяла маску. Она идет несмываемая. Наношу ее толстеньким слоем. Через некоторое время просто промакиваю бумажной салфеткой и убираю излишки. Кожа после нее безумно мягкая, приятная. Пока использовала пару раз, не могу сказать про долгосрочный эффект. Здесь 50 мл. В принципе, расход экономичный. Тоже в районе до 200 рублей, по-моему, она стоит. Одна из моих давних хотелок лежит у меня в корзине на Озон. Это пенка для умывания от Эвилен Косметик. Я выбрала себе версию для жирной и комбинированной склонной к несовершенствам кожи. Вообще, есть еще для всех типов кожи голубого цвета. Мне после первых трех, наверное, применений показалось, что очищает кожу до скрипа. Я это не совсем люблю. Если вы такое любите, обратите свое внимание. Пока убрала, потому что достала долгожданную свою пеночку гель от Теллори с кислотами. Для меня это сейчас просто потрясающе крутой уход. Поэтому данную пенку пока отложила. Не совсем пока я ей довольна. Посмотрим, что будет дальше. Есть у меня такие продукты, которые сперва мне не зашли, а потом очень даже понравились и были в моих фаворитах. Здесь пока ничего сказать не могу. Стоит около 150-200 рублей. Следующее средство попалось мне на глаза в последнюю минуту. И это сыворотка от Доктор Тайга. Мне кажется, это что-то типа Натура Сибирика, Секреты Бабушки Агафьи. Сыворотка стола очень каких-то крошечных денег. Около 300 рублей. Ну и, соответственно, объемчик здесь маленький. Наверное, миллилитров 30. Да, 30 миллилитров. Баночка пластиковая, наподобие Стеллори, которую я вам уже показывала. Типетка, кстати, сделана очень добротно. Сама она стеклянная, продукт безумно ярко пахнет, чувствуется, что он недорогой. И вот этот весь бюджет в одном только аромате, наверное, проскальзывает. В целом, я не очень поняла еще пока эту сыворотку, хотя у нее достаточно быстрый расход. Буквально за неделю применения у меня здесь нет уже, ну, 1-4, наверное, упаковки. Делаю массаж Гуашапани, но не успеваю, потому что она очень быстро впитывается, не оставляет пленки. Это плюс. Расскажу о ней более подробно в пустых баночках. Выходит за зубами у меня, как всегда, один продукт. Это зубная паста. Фикс Прайс. Я увидела ту, которую еще не пробовала у Сплат. Сенситив, по-моему, это. Ну, это обычная линейка Сплат, самая простая. И она меня привлекла. Она такая немножко более ядерная, чем комплексный уход или мульти уход от этой же фирмы. Это широкое горлышко, кстати, одно из самых удобных. Мне нравится именно такое. Паста очищает хорошо, она освежает дыхание, но мне кажется, что не до конца она прямо супер круто до скрипа очищает. Такое более бережно и мягко это делает. Мне пока нравится больше, чем не нравится. Но пробовала пасты немного лучше. Следующая категория уход за волосами. Здесь у меня пока два средства. Есть еще третья в пути. О нем я, наверное, уже расскажу в следующем ролике. Захотелось мне уже более такого дорогого ухода за своими волосами, так как кончилось абсолютно все. И я нашла для себя масло от Ладор. Выбрала себе малюточку вот такую на пробу. Вообще есть большой вариант. Если оно мне зайдет и моим волосам очень сильно понравится, то я с огромным удовольствием возьму себе большую такую упаковку. 250 рублей за, наверное, 10 мл. Да, именно 10 мл. Вообще Ладор это такая фирма, которая у меня зарекомендовала себя очень хорошо. Поэтому я с удовольствием пробую. Пару раз уже использовала. Волосы безумно мягкие, ухоженные, красивые. Я использую при укладках. Вообще использую каждое у мятья. Но чаще всего именно при укладках более обильно. Когда волосы иссушаются утюжком, то всегда буду использовать это средство. Пока впечатление хорошее. Аромат такой ярковатый. Но на волосах он раскрывается очень богато и вкусно. Следующее средство, которое появилось у меня сегодня, это двухфаска. Несмываемый продукт. Спрей макроэффект с экстрактами и маслами восьми растений. Я долго ходила, смотрела, что хочу, не хочу. Хотела попробовать чистую линию. Но подумала, что хочу какой-нибудь более дорогой уход себе сейчас взять, попробовать. И решила Эстель. Не самая дорогая марка. Выбирала еще между Капусом, Олин и Эстель. Решила сначала попробовать Эстель. Потому что идет еще один мне продукт-сыворотка от Олин. Дальше попробую, наверное, Капус. Стоит 450 или 490 рублей. Сейчас я увидела, что на него акция. Стоит он 400 рублей по акции. Здесь 200 мл. Запах такой на любителей. Ярковатый, травянистый. Волосы не сушит. Использовала вот сегодня один раз. И видите, волосы у меня более-менее в таком опрятном, симпатичном виде. Может, просто я их так убрала назад. И мне кажется, это очень даже неплохо выглядит. Буду пробовать. Вам расскажу обязательно. Если хотите, сниму для вас актуальный, какой у меня сейчас уход за волосами. Ставьте лайк. Обязательно сниму. Ну, кстати, в планах. Большие-большие планы. У меня не только пустые баночки и покупки косметики. Будут у меня скоро фавориты. Буквально на следующей неделе, наверное. Или через неделю. Ну, и хочу вам рассказать про свой актуальный уход за лицом. Мне сейчас он очень нравится. По крайней мере, как выглядит мое лицо, мне безумно нравится. Итак, последняя категория. Уход за телом. Сегодня тоже буквально купила в парфюм лилере себе станок новый. Решила взять что-то подороже. Выбрала за 1000 рублей себе Gillette Venus женский. Можно, конечно, воспользоваться лайфхаком и купить себе мужской. Потому что мужской в 3, а то в 4 раза дешевле. Вот я взяла себе, ну, хочется мне себя потешить, побаловать за 1000 рублей с двумя кассетами. Venus голубую версию. Это не самый дорогой. Но так как я пользуюсь крайне редко станками, пока удаляю волосы по средствам шугаринга. Но если вдруг я перейду в ближайшем времени на лазер, в планах есть и такое, то мне очень даже пригодится этот атрибут. Решила к зиме также обновить свой основной уход за телом. То есть гель для душа. Одно из средств основного ухода. Выбрала себе от Mixit. Это, кстати, мое первое средство у них. Стоит 200 рублей, по-моему, по акции. Тонизирующий гель для душа с экстрактами граната и апельсина. 300 мл. Такая пузатенькая, маленькая, интересная баночка. Очень вкусный аромат. Выбрала на зиму себе именно апельсин. Думаю, что в декабре и в начале января буду использовать. И мне, может, даже дольше хватит этой баночки. Этот аромат у меня ассоциируется стойко с Новым Годом. Такой цитрусовый, приятный, сладенький. То, что нужно мне именно сейчас. Такой бодрящий, классный. Пользовалась пару раз. Очень вкусно пахнет тело после него. И очищает он отлично. Несмотря на то, что я к Mixit настроена очень скептически. Но еще сюда я отнесла уход за ногтями. Выбрала себе масло для кутикулы. Очень уж захотелось мне чего-то легенького. Мое масло последнее было такое более жирноватое. И мне показалось, что оно наоборот и сушало мою кутикулу. Но, возможно, и нет. Поэтому я выбрала очень щадящий, классный вариант с розой. С 200 рублей стоит такое масло. Называется фирма Дона Жордона. Очень интересное такое название. Здесь идет такой маркер с кисточкой. И объем у него 2,5 мл. Мне нравится. Не сушит кожу. Так вот наоборот в порядок приводит свою кутикулу. Я взяла, чтобы на работе его использовать. И, похоже, оставила на работе само масло. Ну и последнее, что я вам покажу. Это подарок мне на день рождения. Один из последних доехал до меня. Эко-мыло-пенка. В набор шел флакон. Кстати, с фиксатором. А также 4 концентрата. И у меня 3. Я уже один благополучно применила. С самым ярким ароматом. Мне напоминает эта жвачка Love Is. Он ярко-розовый. Я наливаю концентрат. Затем 400, по-моему, мл воды в эту емкость. Емкость была предварительно пустой. И взболталась. Сейчас это мягкая, приятная пена по консистенции. Которая хорошо очищает. Думала, будет более такой очищающий эффект. Но она для меня слишком легкая. В принципе, для мытья рук у меня стоит в ванной. И всем очень нравится. Все, кто приходят, говорят, что классный аромат. Ну и мыть руки таким сплошное удовольствие. Ну и что было еще у меня в наборе. Это декоративная свеча. Просто вот такая круглая свечка. Ничем абсолютно не пахнет. Хорошо горит. По-моему, она из парафина. Ну вот как приятное дополнение. Мне кажется, очень здорово. Ну и на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравился данный ролик. Если это так, не забудьте оценить его пальцем вверх. С вами была Кристина. Желаю вам хорошего настроения. Чаще улыбайтесь. До скорых встреч через неделю на этом же месте. Пока-пока.